Малышка боялась, особенно мужчин. Родного папу Нины лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми. Сегодня Сергей и Надежда Шишовы – самые родные и близкие люди для Нины, как, впрочем, и для других восьмерых детей. Стать многодетными супруги не планировали. Просто после того, как их старший сын повзрослел и стал жить самостоятельно, большой дом стал невыносимо пустым. Так в семье появилась Вероника. А потом через два года еще трое. Через два года еще трое. И получилось так, что у нас семь девочек и один только мальчик. Нам посвятовали в цели, чтобы ребенку комфортно было взять еще одного мальчика. А один мальчик никак не попадался. Все с сестренками. Вот взяли Егора с Сонечкой. Надежда говорит, что поначалу было очень трудно. И дети, и они привыкали друг к другу. Но настоящая семья – это не та, где нет проблем, а та, где есть уважение и любовь. А проблемы решаются по мере поступления. Папа на работу идет, он не поцеловав, не уйдет. Всех. Да, всех. Ну, практически. Кто дома успевает. И так же сам он пришел, папа пришел. То есть дети радуются, дети видят, что ни драка, говорится, ни скандалов у них. Бывает такое, что сорвешься, там накричишь, но тут же это. А ребятишки сразу такие говорят, мама, ты чего? Ребенок должен расти в семье. Здесь он учится любить, уступать, помогать, заботиться о ком-то помимо себя. Никакой даже самый хороший детский дом не сможет дать того, что могут дать родители. Для меня, допустим, идеал семьи – это наша семья. Для меня идеалы – это, допустим, мама и папа. Я не знаю, я так представляю, что моя семья тоже будет большая и дружная. Нету такого, что вот кто-то родной, а кто-то родной.